Ну что ж друзья, приветствую вас на канале. У микрофона по старой традиции Дог Брауна на ваших экранах новая MMORPG, которая возможно заставит Алдов впасть в ностальгию. Дело в том, что речь сегодня пойдет о новинке под названием Perfect New World. Да-да, вы правильно поняли, это современное продолжение Perfect World, той самой культовой MMORPG нулевых, которая для многих стала своего рода билетом в данный жанр. Разработчики очень долго пилили игру и отмалчивались, а тут внезапно вышли в свет, накинули информацию о своем детище, да еще и открыли набор желающих на ЗБТ. В общем, как вы понимаете, мне есть что вам рассказать, так что усаживайтесь поудобней и приготовьтесь внимательно слушать. Но перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе всех актуальных новинок. А также не забудьте поддержать ролик своим лайком и комментарием. А пока вы все это будете там делать, минутка полезной рекламы для любителей ПВ. Perfect World – это легендарная MMORPG. Ее музыка, ее мир и геймплей, и в первую очередь люди, что в нее играют. Считаешь, что те времена уже не вернуть? Добро пожаловать на ZPV – лучшие сервера Perfect World. ZPV Phoenix – сервер 1.3.6 версии. Классическая версия игры в стиле всеми любимого ZPV. Выбери свой путь в новом мире, общайся, сражайся и найди верных друзей. ZPV Nexus – новые сервера 1.4.2 версии. Более поздняя, но также любимая игроками версии игры с дальнейшим плавным апгрейдом до версии выше и множеством улучшений и дополнений. Проект ZPV – это приятная, удобная, комфортная и обновленная система построения контента в игре, которая позволит тебе достойно развиваться, даже если ты крайне занятой человек. Максимальное понимание концепции разных версий с новыми обновлениями – это особенность серверов ZPV. Честная и прозрачная система помощи в развитии проекта, отсутствие дисбаланса во внутриигровом магазине, высокий и стабильный онлайн, живая экономика, комфортные условия для игры, взрослая и дружелюбная комьюнити, обдуманные обновления и дополнения, ну и конечно же регулярные ГВГ, турниры, конкурсы и ивенты, грамотная администрация. Все это доступно тебе прямо сейчас по ссылке в описании. Игровые сервера ZPV – это твоя история, твой идеальный мир. А теперь давайте поговорим про новую Perfect New World. Начнем с того, что ее разработка длится уже достаточно давно. Сначала в 2018 году новинку представили игрокам как ремейк. Потом в 2019 году разработчики пересмотрели подход и сказали, что игра будет для консолей. Ну а спустя еще пару лет, в 2021 году разработчики снова выкатили презентацию и анонсировали уже именно Perfect New World. Именно на этой презентации стало известно, что новинка разрабатывается как раз таки для ПК-платформы. Ну и после этого разработчики как будто бы ушли в спячку и не выходили на связь с комьюнити до недавнего времени. И вот на днях было объявлено о том, что к запуску готовится глобальная версия Perfect New World. Так что давайте я вам расскажу все подробности, которые известны о новинке на данный момент. Начнем с игрового мира. Судя по демонстрациям разработчиков в новом трейлере, а также в том, что нам показывали в 2021 году, можно сделать вывод, что мир в игре достаточно разнообразен. В нем имеются разные климатические зоны, каждая из которых по-своему уникальна и населена особыми монстрами. Также уже в новом анонсе было сказано, что размеры мира будут просто огромные. А в самом трейлере было показано также наличие разных парящих в небе островов и городов, что в целом еще больше увеличивает потенциальную площадь для исследования. Также разработчики не упустили возможность показать в ролике одну из главных фишек игры, которая в свое время выгодно отличала игру, а именно полеты. Так что в новом ПВ мы тоже сможем изучать мир и добираться в труднодоступные места с помощью полетов. Ну и в нагрузку стоит также отметить, что в трейлере были продемонстрированы данжи. Выглядят они весьма любопытно и кажется теперь игрокам не просто нужно будет истреблять монстров, но еще и взаимодействовать с окружением, чтобы продвинуться по инстансу. Будет ли такая механика везде или только в некоторых данжах пока неизвестно, но выглядит вот прям классно. Здорово. Давайте теперь пару слов про расово-классовый набор в Perfect New World. Информации по игре пока что немного, однако внимательно рассматривая трейлер можно четко увидеть, что раса людей точно на месте. Звера раса тоже присутствует, однако мне показалось, что навыки были сильно переработаны и кажется теперь в облике зверя зооморфы уже не будут бегать на четырех лапах. Сиды тоже мелькнули в трейлере и если присмотреться, то можно увидеть их отличительную черту, а именно что-то похожее на маленькие крылышки на голове. В общем три основные расы на месте. Возможно амфибии тоже уже есть в игре, но их особо не демонстрировали в трейлере, а только на секундочку показали красивого женского персонажа с рыбьей шелухой на лице, из чего можно сделать вывод, что это и есть представительница амфибии, но пока что это не точно. Что же касается игровых классов, то на данный момент анонсировали только троих, среди которых Берсерк с огромной дубиной, Мистический Мечник, использующий огромный двуручный меч и Гелблейд с двумя клинками и просто сумасшедшей скоростью атаки. Однако не спешите расстраиваться. Учитывая, что разработчики анонсируют все классы по отдельности, можно заключить, что позже расскажут и о других. Ну или можно также предположить, что данные три класса будут доступны на ближайшем ЗБТ, а остальных дадут пощупать уже позже. Ну а теперь самое интересное. Чаще всего, когда я показываю какую-нибудь графонистую ММУ новинку, комментарии тут же начинают заваливать сообщениями о том, что мол, пипец, это же какой нужен будет комп, чтобы в нее нормально играть. Однако, думаю, сегодня, глядя на графику из трейлера Perfect New World, ни у кого такой мысли не возникло. Ибо хоть игра и выглядит хорошо, но лично я бы не сказал, что там продемонстрировали фотореализм или невиданную ранее красоту. Но как бы там ни было, пришло время удивляться. Ловите системные требования. Обратите внимание, чтобы просто запустить игру на минималках, вам потребуется комп с i7 процессором и видеокартой не ниже GTX 2060 на борту. Более того, вдобавку, вам понадобится еще и 32 гигабайта оперативы. Не кисло так, правда? Про рекомендуемые требования вообще страшно говорить. Там просят всего еще больше. А вот чтобы игра запустилась на максималках, судя по всему, так и вовсе понадобится раздобыть натовский компьютер. Короче говоря, походу на данный момент оптимизации в игре нет от слова совсем. И как она будет работать на скором ЗБТ, сказать пока что трудно. Ну а что будет твориться на масштабных ПВП стычках или осадах, так и вовсе даже страшно представить. Единственное, что успокаивает, так это заявление разработчиков о том, что оптимизация игры еще впереди. И к релизу системные требования будут попроще. Ну что же, если подбить итоги всей имеющейся информации, то можно предположить, что сама по себе игра обещает быть интересной, да и к тому же над ней работают опытные разработчики. Плюс это, как своего рода, оживление старой классической ММО, которая до сих пор в сердцах многих фанатов. Единственное, что лично мне показалось странным, так это то, что в самом трейлере игры я, кроме знакомых рас и классов, не увидел абсолютно ничего, что отсылало бы меня к классической Perfect World. Но как бы там ни было, думаю, скоро мы узнаем о игре больше, ведь ее ЗБТ начнется уже 4 мая, а подать заявку на участие можно уже прямо сейчас. Да, кстати, учтите важный факт. Скорый старт ЗБТ в нашей ситуации совсем не говорит о скором релизе. По опыту разработки MMORPG World of J Dynasty от этих же разработчиков, можно предположить, что новая ПВ выйдет в релиз точно не раньше 2024 года, а может и вовсе в 2025, что, кстати, куда более реально звучит. Вот такие вот дела, друзья. Приглашаю теперь всех вас в комментарии. Расскажите, играли ли вы в классический ПВ, если да, то как долго. А также поделитесь обязательно своими мыслями по поводу Perfect New World. И я же в завершении хочу поблагодарить всех, кто досмотрел видео до конца, а также отдельно огромное спасибо тем, кто поддерживает канал и выход новых видео своими донатами. Список тех, кто в этом месяце уже успел это сделать, вы видите на экране. Друзья, еще раз огромное спасибо вам за вашу поддержку. Учитывая отсутствующую монетизацию на YouTube, могу сказать, что новый контент выходит только благодаря вам. Так что надеюсь, он вам нравится. На этом на сегодня все. Пойду готовить для вас новый обзор. Желаю всем побольше крутых игр и, конечно же, удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!